Следующее, на рассмотре основе четвертое. Если мощность E у нас будет равна единице, то есть, естественно, у нас есть только одно правило кодирования, или, иначе говоря, вообще, если мы сравним криптографию, один ключ. Естественно, ни о какой аутентификации речь говорить не может. Если это то, то аутентификации нет. В криптографии, соответственно, мощность E равняется единице, означает только один ключ. Только один секретный ключ. Раз он один, то он, естественно, будет и здесь. Комприптография нет. Если мощность E то есть E Ну, где, соответственно, E Ну, так как в криптографии это, собственно, множество тех E, для которых существует... для которых M принадлежит E М то есть множество тех правил кодирования, которые применяют к M, наоборот, равно единице, ну, вот конкретную группу равно единице, то, соответственно, ну, это в криптографии, опять же, в криптографии означает, что для 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 шифр текста шифр текста существует единственный секретный ключ ну, то есть по криптограмме он тогда находится и, соответственно, и и с и и и То есть находится по сообщениям. Находится правило кодирования. Находится правило кодирования. Криптография. Секретный ключ. Если он один для этого сообщения, секретный ключ. Ну и криптоаналитик. Криптоаналитик посылает M, посылает какие-то сообщения. М штрих, не разная. М штрих посылает B. Соответственно, обманывает B. И B не распознает ложное сообщение. Б признает M штрих за подлинное сообщение. Ну, то есть, если же дальше... 1000 же равняется всему. То есть, сообщение M получено, может быть, в любом правилах кодирования. Или шифертекст M, может быть, получен в криптографии. Соответственно, если шифертекст C, который соответствует M, может быть, получен на любом ключе. Может быть, на любом ключе в криптографии. То этот криптоналитик отправляет M, B. Хотя оно было, допустим, еще и не отправлено. То есть, имитирует. Отправляет M, B. Имитирует. В какой-то момент... Всегда... Ну, обманинка... 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 Ну, это могло... Далее... То есть, и в первом, и во втором случае аутентичности не будет. В первом случае, получив сообщение M, когда мощность, то есть, как у нас равна единица, получив сообщение M, отправляется другое сообщение, не равное M, так как однозначно определяется правило кодирования. А в этом случае, просто, опять же, любое сообщение M всегда может быть получено на любом ключе. На каком бы ключе, или на каких бы правилах кодирования M они работали, сообщение M может быть получено. Поэтому, отправляя M всегда нужно его обмануть. То есть, талия предполагает... Соответственно, предполагаем, для любого M... Мостность M будет, соответственно, строго большей единицы и строго меньше E. Ну, и это мы размножаем M24. И будем далее ссылаться. И следующее условие важное. Что у нас? Е от M. Спасибо. Е от M. Е от M. Образначим... Образначим... Следующим образом... M штрих... Равняется... Пересечение... Множество M штрих... Для... Нектора L. Для... Для... Нектора L. Нектора L. Пересечение... По всем... Е, приближающим... Е от M. Ну и, соответственно, дальше... Е от S. Е от S. Нектора L. Ну, что это означает? Что мы для данного... Есть, например, криптоаналитик. То есть... Если... 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 Можете... Можете... Есть, если... Можете... Больше единицы... Больше единицы... Пиректанолитик. Переходим. Переходим. От сообщения. От сообщения. Шифр текст C. Выбирает из множества МСКИ Другое сообщение. Другое сообщение. А именно какое-то там МСКОООНОЕ прилежащее МСКИ Неравное М. И это сообщение. Словной отравляем B. Вот. Словной отравляем B. Словной отравляем B. Теории Симмонса, о которой мы говорили. Теории Симмонса. Словной отравляем B. Это попытка обмана. Попытка обмана. Теории Симмонса. Попытка обмана. И если пересечение их не пусто, то получается, что он знает, что все сообщения получены на одном из тех правил, на которых может быть получено сообщение М. выбирают другое сообщение. Оно будет тогда принято за аутентичное, но ложное. Ну и поэтому условие выдвигается по этому условию. Далее предполагается. Что соответственно? Мощность для любого. Мощность для любого М. Мощность М', вот, равняется единица. Или, соответственно, вот это вот пересечение е, 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 с, будет состоять из одного элемента, а именно из такого сообщения прямо. И это вот условие 5, многое значит. Ну вот эти условия, если оно не выполняется, значит уже не будет выполняться возможность аутентификации для некоторых сообщений. Ну вот поэтому условие 5 исключает такой случай, когда существуют сообщения, для которых невозможно будет передаться. Ну вот эти 5 условий мы будем считать далее, что они выполняются для аутентификации. Таким образом. Далее предполагаем то предполагаем, что для аутентификации выполняются условия 1,5. И, соответственно, это означает, что аутентификация возможна для любого сообщения. Ну, пока и говорится о том, насколько это эффективна аутентификация. Просто аутентификация возможна. То есть не все. Проверка формальности сообщений. Давайте рассмотрим некоторые теперь более конкретные примеры. Б worry! А вот. Могут Lucky крат channels вниз. А юная коммунация может заразparent, а юная коммунация может жидать вот только и вбрить. Матрицей нам называются матрицей кодирования, которая, соответственно, есть матрицей кодирования. Именно E на M матрицей, то есть это, соответственно, число строк и число столбцов, то есть тут размещается эта матрица. Здесь правила кодированы E1, E2, E2. Здесь размещаются сообщения. М1, M2, M3 и так далее. То есть по столбикам. Ну и тут, соответственно, обратные функции. Здесь будет, скажем, F, E2, M1. Ну и тут будет, соответственно, F, E, M1. Ну и тут в углу будет стоять F, E2, M1. Вот матрица кодирования, которая позволяет, соответственно, получить код. То есть здесь у нас будет стоять, естественно, некоторое состояние. Матрица кодирования. Ну и введем также матрицу инициализации. То есть не инициализации, а матрица инцидентности. Матрица инцидентности. А кода называются матрицами. Называются матрицами. Называются ну и один матрицами. Матрица, состоящая из нулей единиц. Вот матрица X, A, которая состоит из аминалов. X, E, M. Ну и, соответственно, E. Меняется E, E, M, A. T, E, M, A, M, Y, M. Следующая форма получается из матрицы категории, которая соответствует матрице категории. Ну а именно, элементы считаются следующим образом. x, чтобы общение не низкое, x, e, m, 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 m. Вот прям не равняется ниже. И что бы, если f, e, m, m, m. То есть, просто говоря, в этой матрице будет стоять либо какие-то, скажем, если возьмем первую страху, или будут стоять какие-то, там, j, s, m, m, а где-то может быть нули. Так вот, где стоят элементы или состояния, там ставятся единицы. А где эти стоят нули, там остаются нулицы. То есть, это будет матрица так... Можно было бы записать общий элемент следующим образом. Ну, давайте мы так просто и запишем. Вот тут будет стоять элемент e1, m1, который равен либо 0 или 1. Здесь x, e1, m3, ну и так далее. x, e, m, 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 m. Ну, то есть, это уже будет матрица из лови единицы. Кроме того, значит, можно построить матрицу. Давайте рассмотрим пример. Пример. Множество состоянных объявлений со своими двух элементами. аспект. Ну, то есть, подбрасывается монета, у которых два состояния. Орел в решках. Соответственно, множество возможных сообщений. Или криптограмм. Как мы знаем, оно должно быть больше уже. Оно может быть из m1, m2, m3, m4. Ну, и множество правил котирования. И вот, давайте посмотрим, как будет выглядеть здесь матрица кодирование. матрица кодирование. матрица кодирование, которая задает код. Соответственно, m1, m2, m3, m4. Матрица кодирование, который мы уже, видимо, завтра будем рассмотрим. Чтобы проинтерпетировать и демонстрировать все эти свойства, которые мы сегодня рассматриваем. То есть, матрица кодирования будет выглядеть там. матрица кодирование. Ну, соответствующая матрица кодирование и матрица инцидент. Ну, она тоже будет выглядеть похожим образом. м1, m1, m2, m3, m4, e1, e2, e3, e3, e3. Ну, и здесь будет единица, где стоят. Собственно, обратная функция дает ответ результативный. матрица кодирование и матрица инцидент. Ну, что это говорит? Ну, например, если мы... Ею можно пользоваться и как правилам кодирования. Например, мы хотим состояние источника, у нас два. h и p. Ну, допустим, состояние источника t. И мы выбрали правильно кодированные заранее с b, согласованные, переданные по закрытому каналу, e3. Значит, чтобы закодировать h, мы можем, соответственно, отправить либо m2, либо m3. То есть в данном случае это у нас вот с расщеплением. Чтобы раскодировать h, когда вот b получил m3, он знает, что а вместе с а не пользуется правилом кодирования 3, он просто рассматривает на пересечении и получает полностью ответ. Если же кто-то хотел обмануть, ну, в данном случае, допустим, вероятность обмана большая, да? Вот, ну, давайте посмотрим, например, m3. Когда отправляется h с помощью e3 и выбирается m2. Тогда, если кто-то хочет подделать сообщение, он знает, что получил m2, но не знаю, какое правило кодирования выбрано. Ну, выбирает его случайно. Если он выбрал, допустим, e3, то он... Ну, e3... Если он выбрал e3, то он фактически не обманул, отправил то же самое... Так, 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 сейчас, минуточку, минуточку... Значит... Ну, он, чтобы обмануть, он должен отправить другое правило. Если он, допустим, выбрал... Ну, предположил, что... Что, соответственно, они... Важный вопрос. У нас оба состояния источника отвечают за правдивую информацию. То есть, если придет получателю t или n, это будет являться правильным сообщением? Ну, t или n, это сообщение... Правильно. Это, вернее, сообщение, это состояние. А посылаются им уже вот эти сообщения, которые могут быть ложные, может быть и не ложные. Ну, например, если вот действительно там получено m3, а чтобы обмануть, посылают другое сообщение. Вот если он послал m2, то, в принципе, оно будет признано за верное сообщение, потому что обратная функция дает и 0. А если он послал, допустим, m1, то это будет сообщение уже признано за ложное, поскольку обратная функция дает 0. Ну, давайте мы эти все поле функции матрицы кодирования, матрицы ревенциализации рассмотрим в следующий раз. Ну-ка, если бы у нас там.